Всем привет! В этом видео я расскажу о контроле температуры жесткого диска и SSD. Как посмотреть температуру, какая должна быть нормальная температура диска, и какая считается критической, а также как ее снизить. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Жесткий диск – это одна из самых важных составляющих любого компьютера и ноутбука. От его надежности напрямую зависит надежность всех данных. Как и все комплектующие, у него есть определенный срок работы, и большое значение на этот срок оказывает температура, до которой он нагревается в процессе работы. Именно поэтому нужно время от времени контролировать температуру. Особенно это важно в жаркую пору и, если возникает необходимость, принять меры для ее снижения. На температуру диска облеят множество факторов. Температура в помещении, в которой работает ПК или ноутбук, наличие кулеров в корпусе системного блока, количество пыли, степень нагрузки и т.п. Далее в видео я расскажу о самых распространенных вопросах, связанных с температурой жесткого диска и SSD. Для начала давайте разберем как узнать температуру жесткого диска. Существует множество способов и программ, которые помогут вам узнать температуру вашего диска. У нас на канале есть детальное видео о том, как узнать температуру диска, процессора и т.д. Ссылка будет в описании. Для контроля температуры я использую утилиту AIDA64. Переходим во вкладку Компьютер – Датчики. Здесь в разделе температура вы увидите нужную вам информацию. Температура отображается в режиме реального времени. Что касается SSD, то информации о ее температуре может не быть, если в него не встроен датчик температуры. AIDA64 – это отличная утилита, которую крайне желательно иметь на каждом компьютере. Помимо температуры можно узнать информацию по практически любому устройству и программе. Есть доступ ко множеству разделов, в которые обычный рядовой пользователь никогда не попадает с средствами самой операционной системы Windows. Еще лучше, если за температурой и за состоянием жесткого диска в целом будет следить отдельная утилита. То есть не разовый запуск и проверка, как позволяет это делать и AIDA64, а постоянный контроль. Я говорю об утилитах для диагностики жестких дисков. Детальный обзор я уже делал ранее. Ссылку на видео я оставлю в описании. К примеру, могу посоветовать утилиту HDD Live. Данная утилита контролирует не только температуру, но и показания Smart. Она сразу же предупредит вас, если состояние жесткого диска станет плохим и будет риск потери информации. Также утилита оповестит, если температура жесткого диска поднимется выше оптимальных значений. Это очень удобно, вам не нужно больше будет постоянно держать это на контроле, программа это сделает за вас и уведомит, если с диском что-то не так. Если же вы решили самостоятельно контролировать температуру, у вас вероятно возник вопрос, какая же температура нормальная для диска, а какая критическая. Вообще, разные производители указывают разные рабочие диапазоны температур, в целом можно выделить диапазон в 30-45 градусов Цельсия. Это самая нормальная температура работы жесткого диска. Температура в 45-52 градуса нежелательна. В целом, поводов для паники нет, но задуматься уже стоит. Обычно если в зимнее время температура вашего жесткого диска составляет 40-45 градусов, то в летнюю жару она может несколько подняться, например до 50 градусов. Дело в том, что при повышении температуры происходит расширение материалов, что в свою очередь очень нежелательно для жесткого диска. Что касается SSD, то там критическая температура на порядок выше, вплоть до 70-80 градусов. Если температура жесткого диска стала больше 55 градусов Цельсия, это повод беспокоиться, так как это считается критической температурой. Срок работы жесткого диска снижается при такой температуре на порядок, то есть проработает он в 2-3 раза меньше, чем при нормальной, оптимальной температуре. Температура ниже 25 градусов Цельсия также нежелательна для винчестера. Хотя многие полагают, что чем ниже температура, тем лучше. Но это не так. При охлаждении материал сужается, что не есть хорошо для работы диска. Хотя если не прибегать к мощным системам охлаждения и не ставить ПК в неотапливаемые помещения, то рабочая температура HDD обычно никогда не опускается ниже этой планки. Как же можно снизить температуру жесткого диска? В первую очередь я рекомендую заглянуть внутрь системного блока или ноутбука и почистить его от пыли. Как правило, в большинстве случаев повышение температуры связано с плохой вентиляцией, так как кулеры и вентиляционные отверстия забиваются толстыми слоями пыли. Если говорить про ноутбуки, их часто ставят на диван, из-за чего вентиляционные отверстия также закрываются и горячий воздух не может выходить из устройства. У нас на канале есть хорошие видео о том, как почистить ПК от пыли. Ссылку я оставлю в описании. Если в вашем компьютере установлено несколько жестких дисков, то проверьте не установлены ли они близко друг к другу. Если это так, то установите их как можно дальше друг от друга. Дело в том, что один диск будет нагревать другой, если между ними недостаточное расстояние. Обычно в системном блоке есть несколько отсеков для крепления HDD. Я бы рекомендовал установить как минимум через один отсек. Если их разнести подальше друг от друга, температура снизится на 5-10 градусов. Если это не помогло, установите дополнительный кулер для вдува HDD. Это позволит неплохо снизить его температуру. Что касается ноутбука, можно купить специальную охлаждающую подставку. Обратите внимание, что ноутбук должен работать на чистой, твердой, ровной и сухой поверхности. Также не рекомендуется запускать дефрагментацию диска, активно пользоваться торрентами и запускать процессы, сильно грузящие диск, пока проблема нагрева не будет решена, так как это может ему навредить. Как влияет высокая температура на диск, я уже говорил ранее. Кстати, разные жесткие диски греются по-разному. К примеру, диски со скоростью вращения 5400 практически не подвержены перегреву, в сравнении с теми, у которых этот показатель составляет 7200 и больше. Чтобы узнать нормальную температуру именно вашей модели жесткого диска, лучше посмотрите эту информацию на сайте производителя. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.